Ребята, внимательно сейчас смотрите, какой невероятный бой сыграл этот парниша на Т95Е6. Вы будете, честно, в полнейшем шоке от того, что вот прямо сейчас случится, от того, какую позицию он покажет, ну и главное, досмотрите до финала. Не то, чтобы сильно повезло ему с составами команд в этом бою, да, здесь всего лишь по пять десяток на каждую команду, но, тем не менее, и по три артиллерии, хоть и девятого уровня, но я думаю, они тоже могут очень нехило такого жарку поддать в этот бой чемоданного. Ну, посмотрим, как наш герой будет с этим делом спасаться, мириться, пока что-то не очень получается у него мириться, потому что первые две артиллерии уже дали по нам дамаг, еще и поставили на гусеницу. Тут же приезжает стендард Б, неплохо отрабатываем на реакции и хорошо отходим назад. Неоткровенно повезло, теперь после того, как артоводы нам подкортили жизнь, сейчас уже становится поинтереснее. Выкатывается ИС-7, подставляет свой чучий нос под нужным для нас углом, и кумулякой мы его туда шьем спокойненько. Правда, приходится от ИС-7 тоже люлей получать, но благо наша арта хотя бы что-то делает, помогает, и ИС-7 становится артой в оглушении на гуслю. Он не тратит ремку, теряет очень жестко в перезарядке там, и можно сейчас ему еще оплюху отвесить. Стендард Б решил, что он может спокойно отсюда уехать, но не учел неплохой ДПМ-95Е6, и вот так в наглую приехал пацанчик и раскатал целый фланг. Неплохо, я вам скажу, начало боя очень удачное, ну прям вкатил реально в этих ребят и уничтожил без каких-либо шансов десяткой С-7, тем более был против нас. Так, СТРВ-103-0 впереди, кстати, тоже без ХП уже, и следующий наш противник это Т110Е4. Ну, тут будет посложнее, фуловая ПТ-шка, да, у Е4-го не такая крепкая броня, как, например, у того же Е3-го, но, тем не менее, может быть очень тяжеловато. Опа, а вот это уже то, что надо. Грилляка 15-й впереди обнаружен. Счет 4-1, кстати, пока более-менее наша команда выигрывает данный бой. Ну и счет хороший, и фланги более-менее давим, центр карты почти там за нами. И сейчас по первой, второй линии, может наши тяжи как раз вперед-таки и даванут. Так, сводимся на место, на бывшее место пребывания Грилля 15-го. Где же там этот дорогой товарищ? Нет, Грилля пока не видно. Ну, погнали тогда отсюда. Уедем, видимо. Не, ну, в принципе, трезво оценил ситуацию наш герой. Он понимает, что 430-й нам уже не помощник, у него 93 хп. Там дальше 2 ПТ 10-го уровня, еще и Type 4 Heavy. Да, арта, конечно, активно пытается направление поддерживать, но все равно шансов доводнуть в одиночку, ну, даже вместе с этим бедолагой на 430-м, фланг очень мало. Ну, и теперь внимательно смотрим на первую, вторую линию. Что же там будет происходить? Здесь у нас Т-54Е1. Ну, точнее, там, на первой, второй линии. Потому что вот тут как-то все на грани прорыва. Я вижу там 3 таких неплохих вражеских танка. Если они соберутся, они могут Е-54Е1 давануть, а с ТРВ-103Б далековато. Если она не успеет на подмогу хомяку, его раньше того, как она приедет, отправят в ангар, да, так и происходит. Сейчас могут вот тот фланг, первая, вторая линия, давануть. А у нас, ребята, пацаны на центре. ИС-7 вообще никаких шансов не имеет нормально там сыграть. Потому что его с кустов, с вражеской базы, железно разбирают. И там еще пацаны сливаются. А вы поняли, они там лажанули на центре, а ребята продавили вот здесь по второй линии, заняли кусты и отработали через центр. И все. Бой, который, казалось бы, был практически победным, становится сливным. Вот это поворот, согласитесь? Событий. Очень жесткий. 10 минут до конца сражения. 704-й там, что ли. А что 704-й нам говорит? Хочешь, чтобы мы подтянулись назад, оттянулись назад? Ну, в принципе, позиция неплохая у Т-95, Т-6. Если артиллерия его здесь не прострелит, в чем я не уверен, мы хотя бы не даем вот этим всем ребятам, Е4-му, грилю, тайпу, начать давить по восьмой линии. Потому что, если они к нам на базу проедут, там вырежут арту точно. Сейчас арта имеет возможность, быстро, если одна успеет, конечно, еще, если артоводы там не зазевались, вот сюда к нам на восьмую линию слинять. Потому что за ними там уже едет Т-57 Хэви, за ними едет ЦС-63, и, возможно, даже Объект 705. И у нас будет сразу минус 3 фрага. Счет уже и так 5-9. Если нам минуснут трех артоводов, сами понимаете, 5-12, это уже на грани просто 100% слива. Ну, посмотрим. Так, Т-30 тоже на какой-то странной позиции. Все, сейчас Т-30 снимут. 704-й хоть молодец, оттянулся, догадался. А наш герой тут стоит четко на своей позиции и решение не меняет. Очень странное решение у него, держать именно эту точку, потому что, ну, по идее, надо уже при таком счете отходить назад, надо ехать туда в квадрат Б-8, надо принимать тяжей на базе вражеских, которые туда прикатили, а он решает сыграть вообще по-другому. Он не чешет на помощь арте, а решает проехать вперед. Но он заметил, что? Что Тайп отсюда уехал. Скорее всего, Гриль-15 тоже уехал. Ох, там вражеская арта поливает. Посмотрите, даблкил делает арта. И ГВ Тигра, и 704-го за один выстрел. Артовод безумен. Так, Е4 прямо по курсу. И мы сейчас ему в башенку, в башенку наяриваем. Опа! А вот и ГВ Тигр, кстати, подсвечивается. Столько времени там находился, и так и не светился. Вот же маскировка такая, что ли. Так, ну что, Т110Е4. Дико люлей получает свою башенку. А сколько же тут пробитий аж? Интересно посмотреть. 340, более-менее на кумуле. Стандартненько. Так, Е4 сейчас добьем. И, кстати, а союзников-то нету. А мы сейчас в одиночку против семерых. В одиночку против семерых. Самозатопление! Там враги топиться уже. Или союзники. В общем, начинают ребята топиться уже. Самозатопление там всякие пошли. Все, слили бой. Так. Ну, погнали, погнали. Ой-ой-ой, Ц63 прямо перед нами. Шотный, фортануло. Но очень мало ХП, 193 ХП. И кажется, что сейчас затащить невозможно просто. Но враги один за одним ошибаются. Т57 Хэви и поляк подставляются. Прям шотные. При этом у них не получится. И этот шотный тоже подставляется. И он от одной позиции их просто как по заказу. Они в одиночке выкатываются получать люлей. А вот это уже потяжелее будет. Гриль 15 имеет неплохой запас ХП. Четко за ним Т30. Но у них нифига не получается выцелить быстрого Т95Е6, который мансит здесь от камня. И учитывая, он знает четко долгую перезарядку Т30 и отправляет два снаряда под нему. Теперь расчет на удачу. Кто? И на реакцию прежде всего. Кто первый? Мы или Т31? Попытка! И наш герой ее использует четенько. Очень четенько бой проходит. Ребят, но пока он расколошматил здесь вражескую толпу с двух сторон его окружавшую. Я вам хочу напомнить важный момент. Спонсор этого видоса у нас ребята с очень интересного сайта WhatHub, где реально обалденно много разных крутых штук. Во-первых, это там новогодние коробки, которые вы можете открывать. Вы можете из этих новогодних коробок выбивать реальные танковые коробки. В общем, ребята, на WhatHub реально и колесо бонусов есть, которое можно каждые, по-моему, 24 часа крутить. Также там есть бесплатный кейс. Бесплатный кейс, ребята. Абсолютно бесплатный. Кстати, из него тоже могут выпадать коробки. Его можно раз в 48 часов. Любой желающий может его открыть. Также там раздача коробок для подписчиков. Ну, можно, разумеется, и голду, и прям танки выигрывать. Еще и реферальная система классная. В общем, зайдите. Как минимум, откройте бесплатный кейс. Ссылка в закрепленном комментарии на WhatHub. И по вот этому промокоду, который сейчас на экране у вас появился, если вы его введете при пополнении счета, то еще получите классный подарок-бонус при пополнении. Вот запишите промокод, он на экране. И при пополнении счета используйте. Также, кстати, промокод многоразовый, поэтому можете его и друзьям, и со взводным, и со клановцам скидывать. Они тоже введут, тоже подарок получат. Никаких вопросов. В общем, ссылка на сайт и мой промокод есть в закрепленном комментарии внизу под этим видосом. Летайте туда, смотрите. Ну и еще, ребята, в этом видосе вы можете выиграть золото и коробки даже от нашего канала. Для участия в нашем розыгрыше нужно просто подписаться, поставить лайк обязательно, включить колокольчик в режим все уведомления, и оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником, и одет вконтакте. Участвуйте обязательно в нашем розыгрыше. Ну а мы смотрим финал боя ИТ-95Е6 против последнего артовода М5355. Ну что, сможет ли он? Ну реально, 193 хп, и ни один из врагов даже не смог его выцелить. И два снаряда четко сейчас, по идее, должно на арту хватить в любом случае. Так, ну что, и вот он уже приблизился к вражеской базе, и самое время. Где арта? В К1? Вообще пока нигде не показывается. Очень напряженный финал, потому что он... Опа! А вот и коричневый. И все-таки... Да, четко два снаряда на арту. А теперь опасно. А теперь-то опасно! А арта-то смотрит прямо сюда! А знаете, что надо? Надо объехать и сверху там ее снять. Так будет? Да, он решает не рисковать, потому что уже реально цена этой ошибки будет Колобанов. Цена будет 12 фраг. И очень обидное поражение, если мы сейчас поспешим. Лучше не спешить. И вот так он все-таки решает сыграть именно по красоте. И артиллерию обмануть. Ну что? Так, приехали в J3. И сейчас-сейчас проверка. Где же артовод? И вот он там внизу должен быть. А он нас там ждет и не успевает довернуть. Четко обманул артовода. Да он всех обманул. Всех переиграл. Смотрим итоги, ребят. Очень классный бой. Ну что, ребят. Это Фадин, Колобанов, Думитру, Пул, Основной Калибр, Спартанец, Воин, Мастер. 8-525 дамага. 12 фрагов. Просто шикарен. Вот подробный отчет. Пожалуйста, вверху. Справа сейчас, ребят, другой видос нашего канала. Заходите тоже смотрите. На этом все. Всем удачи. Увидимся, ребят. Пока-пока.